Друзья мои, рада приветствовать вас на своем канале Готовим Вместе. Смотрите, что у меня в руках. Это блинчики. Самые тонюсенькие блинчики в мире. И самые вкусные. Друзья, это мой семейный рецепт. Ем очень много лет. Я перепробовала множество рецептов, но вернулась к нему. Нежные, эластичные блинчики, очень тоненькие. При этом, видите, вы можете заворачивать любую начинку, и она не порвет блинчик. Я попытаюсь вот так вот покажу. При этом он не трескается абсолютно. И при этом же и не резиновый. Тонюсенькие-тонюсенькие блинчики. Именно этот рецепт мы использовали, когда пекли блинчики с мясом. Летом прошлого года. И я решила, что он заслуживает того, чтобы сегодня мы его снова показали отдельно. Я вам гарантирую, ни один из этих блинчиков не пристанет к сковородке, и не порвется. И у вас будет точно так же. Друзья мои, для самых тоненьких блинов в мире нам понадобится, понадобится, конечно, мука. Здесь 4 стакана, 200 граммовых. Здесь молоко, тоже 4 стакана. 4 же яйца, полстакана растительного масла, любого без запаха, 2 столовые ложечки сахара и соль. Соль здесь чайная ложка без горки. Еще. Вы видите, здесь 2 стакана пустых, потому что у нас рядом кипит вода. Нам надо 2 стакана кипятка. Ситечка. Почему она здесь лежит? Потому что нужно не полениться. Друзья мои, муку нужно обогатить кислородом. Обязательно ее через ситечко мы просеиваем. Здесь просеянная мука. Это важно. Все. Сейчас наша задача яйца размешать с солью, с сахаром и подсолнечным маслом в отдельной мисочке. Делаем это. Сахар. Соль. Подсолнечное масло. Ну, растительное. Размешиваем. Размешали. Достаточно. Яичную смесь в молоко. Размешиваем. Яйца с молочком. Размешали, ребята. Хорошо. Теперь очередь муки. Частями. Добавляем нашу смесь. Не волнуйтесь, комочков не будет. Тесто будет очень нежное, однородное и эластичное. Друзья, вот чайник уже закипел. А наше тесто пока без кипятка. Вот такое оно. Такое должно быть. Будем добавлять кипяток. Стакан. Кипяток крутой. Размешали. Второй стакан. Размешали. После того, как мы хорошо уже размешали с кипятком, мы дадим тесту отдохнуть буквально 15 минут. Это тоже важно. 15 минут прошло. Тесто отдохнуло. Мы немножко снимаем пленочку. Вот так. И размешиваем. Вот такая красота у нас получилась. Друзья мои, вам может показаться, что тесто жидковатое, но поверьте, нет. Тесто должно быть такое для тоненьких блинов. Я вас уверяю, не будет подгорать. Будут эластичные, нежные блинчики. И нечего расхваливать, идем к плите. Друзья, сковородочка прогрета. Смазана маслечком. Только смазана. Размешали тесто еще раз. И зачерпываем. Чуть меньше моего черпачка. Вы смотрите по первому блинчику. Первый блинчик нам покажет. Больше, меньше нужно на сковородку. Вы будете репетировать под свою. Отлично. И не волнуйтесь, если даже первый блин, как говорится, комом. Но ничего, у нас будет все хорошо. Наблюдаем за блинчиком. Темнеет поверхность, да? Беленькие полосочки уходят. Как только вы увидели краешки подрумянились, вы увидите это, вы можете смело переворачивать. Вот такой вот нижнюсенький, тонюсенький. Хотите чуть более поджаристый, чуть дольше подержите. Я хочу, чтобы они были нежные. И заметьте, ребята, это первый никакой не комом. Я же говорила, у нас будет все хорошо. И еще одно. Не забывайте, перед каждым блинчиком обязательно размешать тесто и зачерпнуть новое в черпачок. На обратной сторонке вообще полминутки. Буквально чуть-чуть оно прихватилось и забираем. Размешали тесто и вот там. Хорошо. Жарим. Видите, на глазах блинчик становится румяней, а бледность его исчезает. Это значит, золотистый ободочек появляется, скоро мы перевернем. Вот уже пора. Аккуратно поддеваем. Где-то можно пальчиком помочь, а можно и вот так. На обратной стороне буквально вообще 20 секунд. Ну, наши 20 секунд прошли. Замечательно. И жарим. Наловчитесь к своей сковородочке и к черпачку. Поверьте, будете получать удовольствие не только когда кушаете, а когда печете. Так и будет обязательно. Тесто изумительное. Правда. Поддели аккуратненько, аккуратненько. Хорошо. Тоненькие-тоненькие получаются. Тонюсенькие-тонюсенькие. Вот. Покажу. Тонюсенькие-тонюсенькие. Тонюсенькие. Будем заворачивать что захотите. Любую начинку. Не треснут, не сломаются. Эластичные. Мягенькие. И сами по себе вкусные, между прочим, тоже. Вот так. Ой. Ну, пора снимать. 20 секунд прошло. Ну, вот мы и спекли замечательные блины. Друзья мои, здесь 40 блинчиков. Ну, было. Двух, конечно, немножко не хватает, но это обычные дела. Давайте посмотрим вместе, какие они. Взгляните только, какая прелесть. Они настолько тонюсенькие, но одновременно вот, эластичненькие. Сделайте такие блинчики. Они как... Даже я не знаю, это не блинчики, это ажурные платочки. Пеките на здоровье, пусть у вас получится все. И поверьте, если вы испечете по этому рецепту, вы от него не откажетесь больше никогда. Это будет любимый ваш рецепт. Ну что, пока-пока. А какие начинки мы рекомендуем, мы увидим завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok